Свазебного бума в день влюблённых не случилось. У Замигиминея в главном дворце бракосочетания Самары связали себя только 8 пар. Теперь жениться предпочитают не в католический день Святого Валентина, который свою популярность в России уже заметно потерял, а, например, на Красную Горку или в день Петра и Феврония, он же день семьи, 8 июля. Для тех же, кому не втерпёшь в порядке исключения, в честь праздника в ЗАГСах провели торжественную церемонию и старинный обряд помолвки, который соединил жениха и невесту из России и Италии. Алена Алёшина о любви без границ. Он знает по-русски всего три слова. Признание в любви девушки из России Диего Капеллета сделал несколько лет назад. Тогда она впервые побывала в Италии. Но познакомились молодые люди в интернете, отношения в сети развивались бурно, и пара решила их узаконить. Играть свадьбу будут дважды, торжественную здесь, а церковную на родине Диего. Для этого Анна уже стала католичкой, зато помолвку будущие супруги решили совершить по старинной русской традиции. Нам было интересно посмотреть, как это всё проходит, и оставить, чтобы у нас на память осталось такой необычный русский обряд. Меня переполняют чувства, я так волновался. Обряд помолвки мне очень понравился, и я рад, что принял в нём участие. Помолвка не только красиво обычай, но и день подачи заявления в ЗАГС. Юлия и Фёдор не решались это сделать целых шесть лет. Отношения проверку выдержали, обручение – ещё один аргумент, что свадьбе всё-таки быть. Позвонила, сказала, мы будем помолвлены. На самом деле радует то, что традиции исконно русские, древние уже возвращаются, и то, что сейчас, я так понимаю, в дальнейшем уже будут проводиться эти обряды. Интересно. В ЗАГСе решили возродить обряд именно в день влюблённых. Свадебный бум 14 февраля постепенно спадает. Начинают набирать большую силу наши традиционные праздники, потому что очень большое количество пар регистрирует свой брак 8 июля, в день семьи, любви и верности, на Красную горку. А День Святого Валентина становится днём всё-таки влюблённых пар, днём романтики. Алена Алёшина, Александр Дудко, Новости губернии.